Привет всем, вы на канале Санита, меня зовут Настя Бабич и сегодня поговорим о том, насколько Польша готова принять новую волну украинских беженцев у себя на территории страны. Не забывайте подписываться на канал и делиться этим видео в своих социальных сетях, чтобы как можно больше людей были в курсе этой информации. Вы подписывайтесь на канал, а я начинаю. Поехали! Итак, главу министерства Марлену Маланг спросили, ожидает ли польское правительство новой волны беженцев из Украины в свете последних событий в стране. Напомню, что на данный момент в течение трех последних дней происходит массовый обстрел по всей территории страны, что логично может спровоцировать новую волну беженцев. На что министр Маланг ответила, что мы все время готовы, наши границы открыты и мы также готовы материально принять беженцев. Если возникнет такая необходимость, то, конечно, граждане Украины, как это было в феврале и все это время, найдут поддержку у нас, место и крыши над головой и работу. Именно так подчеркнула министр. По ее словам, прибытие беженцев это расход, но это следует рассматривать в контексте принимаемых решений. И также, как отметила министр, что та война, которая ведется сейчас в Украине, а это открытая война, это не только война за свободу Украины, это также война за положение Европы и Польши как пограничного государства в мире. Также после министр отметила, что Польша пытается максимально помочь Украине завершить данную войну, она максимально на ее стороне и поддерживает украинских беженцев, которые пытаются сохранить свою жизнь и жизнь своих детей, уезжая из-под обстрелов. Также буквально на днях Еврокомиссия сообщила о своем желании продлить директиву временной защиты для беженцев до марта 2024 года. На данный момент под директивой временной защиты находится чуть больше 4 миллионов украинцев. Это дает им право на помощь в поиске жилья, на образование, на медицинское обслуживание и на доступ к рынку труда. Из положительных моментов именно для беженцев из Украины стоит отметить то, что если раньше украинцы, которые возвращались в Украину на долгое время, теряли статус временной защиты, то на данный момент хотят сделать исключение. То есть украинские беженцы смогут возвращаться в Украину на неопределенное время, а в случае повышения уровня опасности возвращаться обратно в страны ЕС. Единственное, что вам нужно будет делать, это сообщать о ваших отъездах и о ваших возвращениях. То есть ваша регистрация будет сохраняться. На мой взгляд, это отличное изменение, потому что с одной стороны это упростит все бюрократические моменты в странах ЕС, а с другой стороны украинцы могут быть более мобильными, и это упростит реагирование на ситуацию, которая происходит в их конкретном регионе проживания. Это вся информация, о которой я хотела бы поделиться с вами сегодня. Не забывайте подписываться на канал, оставлять свои реакции и комментарии. Пока! Пока!